Сквирт? Он самый. Всем привет. Наконец-то. Слушайте, вот я бы такую тему никогда не выбрала. Я очень приличный человек. Но вы меня личку мою просто раздолбили, разбомбили, что сквирт, сквирт, сквирт. Я не знаю, понимаете, я не занимаюсь сквиртом. Поэтому я нашла человека, который вообще плавал, знает, бывалый. Добро пожаловать на секс-патруль. Это Виктория Исаева, Алексей Красиков. Мы сегодня говорим о наболевшей, так получилось, теме. Это не мы тут ее родили на диване. Она родилась в переписке и в пожеланиях. Почему-то я за кадром у Виктории спросил, говорю, а точно сквирт будем? Она говорит, да, точно, потому что... Потому что задолбали вопросами серьезно, когда будет сквирт. Вот сегодня у нас сквирт, наконец-то. Когда у них будет сквирт или у нас... Я не знаю даже, что раньше произойдет. Леша, ты мне можешь вообще как психолог-консультант объяснить, откуда этот ажиотаж к сквирту. Потому что, знаешь, во времена моей молодости, кстати, мы, во-первых, думали, что сквирт – это бывает только у избранных... ...девушек, у которых определенная какая-то анатомия, и, б, что эти девушки, скажем так, не фартовые. Они могут реально спугнуть мужчину. Все-таки сквирт – это как бы неженственно, на мой взгляд. Ну, во времена моей молодости, я думаю, что она у нас примерно... Совпала, да. Совпала, мы вообще не знали, что это такое. Я первый раз познакомился с этой историей, и я думал, когда еще в молодости, что эта история чисто сугубо подстава в порно. Я тоже думаю. Это просто такая картинка для порнухи, да, где вот что-то там брызжет, да, или что это близко к истории золотого дождя. Да, 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 я тоже всегда думала. Где девушка сама там тужится и начинает там... Прудить, как пулковая лошадь. Прудить, да, и это типа доставляет ей какую-то разрядку. Но на самом деле есть третий вид оргазма так называемого, да, это стимуляция пары нейтральных желез, которые никакого отношения к моче не имеют. И давай начнем наш ролик с того, что действительно сквирт существует, он называется правильно струйный оргазм, он не относится к оргазму клитера, он не относится к оргазму влагалища, точки A, да, он относится к определенному виду стимуляции, при котором происходят определенные физиологические аспекты. То есть первое, с чем надо начать, что действительно такое существует. Отлично. Слушай, ну а мужчины-то вообще как к этому относятся? Не знаю, все мужчины по-разному. Ну, есть мужчины, которые принципиально это любят, потому что для них это такая галочка в самолюбии. Они говорят, если я довел ее там до забрызгивания обоев, значит я мачо, да. И вот подтверждение, да. Есть мужчины, которые принципиально это делают, чтобы показать, какие они крутые, опытные, техничные, да, для них это просто галочка. Но тут есть один момент, что если девушки действительно этого скверта не было, и он действительно доводит ее до этого состояния, действительно для нее это немножко вау. Она говорит, ого. Слушай, ну я так понимаю, что мужчине действительно надо медальку выдавать, если он владеет этой техникой, потому что сейчас столько инструкций в интернете, и там, знаешь, инструкции в основном, типа, налей ей побольше пива и долго дави на мочевой пузырь, она точно скверта. Ну, реально, я не шучу сейчас. Да? Реально есть такие инструкции, да. Или, ну вот, моя тоже любимая, положи ее, значит, в позу куры-гриль, да, там с согнутыми ножками, вот так вот прижатыми к груди. К животу? Ну да. А, так, она на спине лежит, да? Да, да, да. Ну, напоил, конечно же, да, и... Тепло? Ну, вот про это теплее, но тут есть несколько нюансов. Давай, во-первых, возьмем сначала психологический аспект. Ты как думаешь, твои подписчицы, твои зрители, вот, женская аудитория, они что об этом думают, что им это интересно вообще? Им хочется, и мне кажется, у них такая история по поводу комплекса, что если у меня нету скверта, то я какая-то ненормальная. А я вообще в шоке, я не знаю, что думать, потому что вот, ну, как бы, я не понимаю этой гонки за сквертом, там множественный оргазм, ну да, понимаю, прикольно, хорошего должно быть много, а скверт, ну, блин. Ну, ладно, ну, может быть, знаешь, может быть, отзывы отдельных девушек в интернете, которые пишут, вау, прикиньте, это реально есть, у меня реально было, и это просто вау, и там на фоне всего, это просто, это просто. Ну, это реально есть, это реально не… Когда ты спрашиваешь у девушки, просто интересно, интересовался, когда они говорят, это ни на что не похоже. То есть девушки не могут описать. Они могут описать клиторальный оргазм, они могут описать вагинальный оргазм, но они не могут описать оргазм зоны G или оргазм паролитеральных желез, потому что это… Они не могут… Я не женщина, я не в курсе, не могу тоже, да, но они не могут это описать, они говорят, это ни на что не похоже. Бедный словарный запас. Вот определение такое, это ни на что не похоже. Я думаю, что девушки больше комплексуют. Может быть, им просто интересно, они тебя спрашивают, а вот что вы думаете об этом? Ну, тут бы я, наверное, развеял мифы, что если у тебя не было партнёра или не получалось что-то, не надо ставить на себя клеймо, что я как-то ненормальный. Девушки же любят ставить на себя клеймо, что если у них нет оргазма, или он редкий, или он какой-то такой… Не такой. Не такой, да, то она какая-то не такая. Это не так. Вопросы оргазмов мы уже поднимали, они касаются многих психологических и технических аспектов. Сквирт – это отдельная история, которая ещё более техничная, ещё более психологическая. Ну, мне кажется, требует даже большего доверия между партнёрами. Да, доверия и расслабления, потому что и собственного раскрепощения, потому что ощущения, которые возникают, они похожи к тому, что девочка хочет в туалет. Потому что при правильной стимуляции пары уретральных желёз, которые проходят долю мочевого канала, собирается специальный секрет, да, который собирается в уретре, в мочеточнике. То есть давление всё равно есть? Оно не просто есть, оно очень сильное. И она описывает это так, что вот-вот ей кажется, что оно описывается. И в этот момент в основном многие начинают зажиматься. И такие… И она терпит. Говорит, подожди, и всё. И она терпит. А в этот момент надо, наоборот, расслабиться. И вот к вопросу о том, что приведёт к расслаблению, для кого-то это бокал вина, для кого-то это искреннее доверие партнёра, для кого-то это… Место положения, если мы в ванной, а не там в постели, то это больше. Да в ванной, там же не ведро выливается-то. Там как бы полстакана воды. Всё равно прилично. Вот. Вопрос в том, что… Ну, просто вы стелите какую-то… Вот. А что девушкам интересно про сквер? Технику? Что я хочу… Ну да, давай уже как-то к технике. Главное. Я смотрел, признаюсь честно, несколько видео на Ютьюбе. Как ты вообще-то научился? Случайно. Я не умел. Шёл такой-то. Вот честно, случайно. Я знал про то, что есть зона G, какой-то там бугорок где-то там внутри. И в основном все, как и я, наверняка думают, что стимуляция зоны G – это вот история вот этого. Иди сюда, зайка, да? И это не про скверт. Вот это вот история, иди сюда, зайка, знаешь, там ещё и со стимуляцией клитором языком. И вот это вот. Но это в лучшем случае возбудит девушку. Ну, либо оргазм обычный там, если что. Ну, это будет клиторальный оргазм при стимуляции языком, но это не скверт. А тема скверта, она технически достаточно жёсткая и требует очень чётких, жёстких и грамотных движений мужчины. Причём достаточно, если со стороны это посмотреть, они достаточно грубые. То есть, во-первых, это не эти два пальца. Кулачок? А это вот эти два пальца. И, во-вторых, это не вот так, а это вот так. Понимаешь? Нет. Где девушка? Девушка спереди. То есть, если это будет вот так, то так ничего не получится. А если девушка вот здесь, вот здесь, а я эти пальцы так, и у меня локоть вверху, то я поднимаю руку наверх. Это совершенно другая история. То есть, ты делаешь движения совершенно другие. То, что показывают в Ютьюбе, это очень смешно. Да. И это совершенно другая история. И эти движения очень жёсткие, быстрые, с ускорением, с многими аспектами. Это первое. И второе, никогда не начинается половак со скверта. Слава богу. Здравствуй, привет. Нет, да. Это история, где сначала идёт прелюдия, потом идёт какой-то сценарий, потом идёт половой вагинальный там акт, а потом вдруг ты её переворачиваешь на спину, она там брызгает, потом ты опять в неё входишь, и вот эта череда вот этих вот движений вызывает как раз ту самую бурю эмоций. Какая самая удобная поза для скверта? На спине. Девушка на спине. Малой человек стоит сбоку так, чтобы у него рука была не вот так вытянута, а так, чтобы он смог подойти к ней сбоку, потому что движение будет идти наверх. То есть он должен делать это вот так. То есть чуть сзади, чуть сбоку, чуть сзади. Сбоку, да. То есть вот так он просто у него, но у меня руки не слабые, у меня руки затекают. То есть там долго надо воду-то встать дальше? Там не вот так, там вот так, там наверх, там не в сторону, не на себя, а там наверх. Ну парни сейчас наверняка, ну сколько по времени-то, Алексей? А там нету по времени, там может быть 30 секунд и фонтан. Дело в том, что если не достигается скверт в течение 30 секунд жесткой стимуляции, надо остановиться, продолжить половой акт, потом еще раз приступить. Не надо долбить и вырывать лобковую кость, понимаешь? Ничего там, не надо. Это процесс, который как бы, это такая, простите за мое слово, это как прокладка между несколькими оргазмами. Это как прокладка в виде отдыха от... Ну, давай так, парень, как ты любишь, жарил, 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 утомился, хочет передохнуть, положил девушку на спину, подошел сбоку, ну, значит, стимулирует ей эту всю историю, она там брызгает, веселится, он к этому моменту уже отдохнул чуть-чуть и продолжил соплывать. Ты говоришь, что мои сильные руки затекают и устают. Средний щуплик, пьющий из России, сможет это повторить или, ну, технически, ну, как бы... Ты знаешь, если этот средний щуплик будет знать, что делать, сможет, потому что любая девушка может испытать струйный оргазм, я уверен в этом. Но сила рук-то какая нужна? Есть какие-то физические параметры? Нет, физических параметров нет, есть просто понимание того, что надо делать. Но это, как и любой хороший секс, это не прогулка. Вот я могу сказать нашим мужским зрителям, что качественный секс, если вы хотите девушку удовлетворить так, чтобы о вас запомнили, так, чтобы вы были там героем-любовником для нее, которого она будет вспоминать долго, это не прогулка. Под назовем, иди сюда, дорогая, ты нормально себя чувствуешь, то все точно, все хорошо. Нет, это вот качественный секс, он очень похож на очень интенсивное кардио, где с парня сходят там три слоя пота. Такой кроссфит, когда упал, отжался, перевернулся. Действительно жесткий кроссфит, где ты постоянно в какой-то динамике, ты мокрый, вы оба мокрые, вам жарко, это всегда вот так. То есть просто вот, это не про секс. Ребят, просто пока тут у меня муж камеру переставлял, мне как красиков показал, как это происходит, это очень быстро, это реально тяжело. Пока муж переставлял камеру, мне нужно красить. Ну, 30 секунд, что он сказал, много времени не надо, все, успеем, пока камера переставлялась. Мы посмотрели реально, как это происходит, это реально очень быстро, интенсивно, и реально, да, как бы я... Я просто Виктория показал за кадром пример силы интенсивности движения, да, то есть это не каждый мужчина, он морально не каждый будет к этому готов. Да и физически тоже. То есть парни в качалку, кто хочет сквирт, все в качалку на кардио. И дело даже не только в сквирте, но и вообще в хороший половой акт, так, чтобы это запомнилось, это всегда про выносливость. Это всегда про выносливость. Ты думаешь, русского среднестатистического мужика вообще есть мотивация? Вот, кстати, про мотивацию. И вот, когда девушки, например, жалуются, мой парень перестал заниматься со мной качественным сексом, т.д. Почему? Часто, потому что тут надо понять, что если мы говорим о качественном сексе, где у девушки сокращаются руки-ноги, там, где-то у меня глаз дергается, там, рука онемела, там, затекло, все, это требует очень сильной самоотдачи мужчины. Это очень серьезная такая кроссфитовская кардио-тренировка. И вкалывать каждую ночь. Вот так не каждый парень готов. Особенно, если у него был тяжелый рабочий день, особенно, если он не очень хорошо себя чувствует, это просто физически невозможно. Поэтому и происходит такой вялотекущий секс, где нет оргазма женского, потому что женский оргазм – это всегда про отдачу мужскую. Слушай, у тебя хоть раз-то был овощной секс, когда лежишь такой вот серьезный? Да, ну я же не гоблин с Марса-то. Я не знаю, у меня уже есть вопросы. Потому что, действительно, когда ты устал, и когда ты переутомлен, и когда ты, может быть, после болезни, ты не можешь физически вкладываться так сильно. Я стараюсь не заниматься сексом, когда я понимаю, что я не в форме. То есть я немножко в этом смысле люблю отдавать. И это такое мужское самолюбие. То есть если я делаю, то я делаю. Либо я говорю, давай, not today. Мне так проще. Вялотекущий мне потом самому неприятно. Потому что я знаю, что девушка, скорее всего, ожидает чего-то такого вот интересного, а вот это вот нет. Ты же понимаешь, что это твоя проекция? Может, девушка мечтает вокруг тебя попрыгать? Конечно, но зная, как это выглядит изнутри, я скорее не буду делать ничего, чем буду делать абы как. Понимаю. Слушай, ну а у девушек, наверное, такие вопросы, скорее опасения, блин, там напрудить-то нельзя во время скверта? Это же, наверное, очень частая история. Есть такая история. Давайте так, по чесноку. По чесноку есть два момента. Первый момент, вы можете сходить в туалет перед половым актом, если подразумевается вся эта история, и вы ничего там не напрудите. Потому что нечем. И всё, что будет брызгать, и всё, что будет там, и так далее, это всё история пару элитральной жидкости. В этом нет ничего особенного. Она никакого мерзения не представляет. И бывает так, что разряжается организм так, что может чуть-чуть как бы брызнуть всего остального. Но в этом, опять же, нет ничего ужасного. Но чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Но это не струя вот такая, знаешь, там вот. Блин, я не знаю, в порно бывает вот очень... Но даже если, что в этом такого? Не знаю, а у мужчин это не отталкивает? Ну, все мужчины разные. Есть мужчины, которые говорят, написай мне в рот. Ну, да, да, да. Пожалуйста, пожалуйста, пописай на меня. Нет, как правило, там нету такого обилия. Это всего лишь брызги, это сильные... Ну, полстакана, можешь себе представить? Ну, да. Ну, вылей на вагину девушки полстакана и посмотри, сколько будет под ней воды. Ну, как-нибудь посмотрю, да. Не надо переживать. Просто не надо ставить сквирт целью. Просто это дополнительные эмоции. Это просто дополнительные эмоции. Если они есть хорошо, нету, не надо париться над тем. А, ты наверняка не смотрел, у тебя времени нет, сериал такой блудливая, Калифорния. Нет, я слышал. Блин, тебе надо посмотреть, это прямо по твоей теме, да. Там каждая серия, это потенциальная тема для нашего видео. И там есть такая тема, что двое друзей жарят девушку, и один из них уже ее в прошлом жарил и не помнил, почему он после этого ей не перезвонил. Вроде нормальная девушка, вроде симпатичная. Чего же я ее слил тогда? И вот она ему, значит, одному сосет, второй ее сзади, там это. И говорит, слушай, я вспомнила, почему я ей не перезвонила. Она же брызгалка. Вот скажи, может у мужчины, уже с точки зрения психотерапевта, быть такой сильный шок, он, может быть, и хотел, он хотел девушку удивить, хотел выделиться. Может у него быть такой сильный шок, такая эмоциональная травма, что он после сквирта ей не перезвонит? Ну, наверное, да. Но вопрос в том, что, скорее всего, он просто не ожидал, что есть такая физиологическая особенность некоторых девушек. Я знаю девушек, которые кончают, в принципе, даже вагинально с этой всей истории, и это их особенность физиологическая. И надо будет просто понимать, что есть такая, ну, ты, когда кончаешь, там, девушка глотает сперму, что-то как-то вопросов не возникает. Ты же открой рот, да, иди сюда. У него как бы все в порядке. А вот если у нее есть какая-то физиологическая особенность, ему мерзко. Ну, это вопрос про эгоизм вообще немножко. Про эгоизм? Ну, а что там мерзкого? Ну, как бы кончить ей в рот – это нормально, это не мерзко для него. А вот то, что у нее там какая-то жидкость, там, чуть-чуть там увлажнится для него, это мерзко. Ну, это вопрос личных каких-то предпочтений. Ну, то есть, это парень, скажем так, инфантильный, не очень зрелый в любом случае. Скорее всего, да, потому что он говорит, что это у тебя, а, ну, это вопрос к его, как бы, пониманию, что ли. Ну, таким желаем на сухую подолбиться и стать более терпимыми, да. Все люди же разные. Есть люди, которые не приемляют многие другие какие-то физиологические особенности. Есть, которые, наоборот, говорят, он у нас, товарищ Панин, вообще без комплекса товарища. Да, вообще. Прекрасно, велкам, никто ничего, это самое. Поэтому тут вопрос, главное, чтобы вы не нарушали закон. Занимайтесь сексом так, как вы хотите, и туда, куда хотите, и с кем хотите, главное, не нарушайте закон Российской Федерации, и все. Слушай, ну, резюме, по отзывам твоих девушек, которым посчастливилось сквертануть, овчинка выделки стоит? Да, мужчина упахается, ему надо будет тренироваться, ему надо будет плечи качать, сердце прокачивать, то есть такая, ну, предварительная работа будет по-любому, это, скорее всего, не произойдет вот так. Не надо идти в тренажерный зал, я пришел в тренажерный зал, анкета, зачем вы покупаете в фитнес-клуб абонемент, я хочу доставить своей девушке удовольствие, мне сказали, что мне нужны сильные руки, ну, это странно, нет. Рассматривайте скверт как просто одну из сценарийных игр в вашем сексуальном развлечении, вот и все. То есть оно того стоит? Оно стоит того, чтобы попробовать. Окей. Подписывайтесь на наши каналы, будет вам скверт. Точно, да, лайк всем, кто хочет скверт, да, подписывайтесь на наши каналы, у нас не только скверт бывает. Посыл ролик, я вижу, что мы такие извращенцы больные, вы спрашивали, мы спросили, да, просто это к вопросу о вашем разнообразии, да, о вашей зажатости и о ваших вопросах в Ютьюбе. Девчонки, в общем, не стесняйтесь сквертить, хороший мужчина всегда поймет и поспособствует, а отсортируется только там эгоистичные, инфантильные. Ну и еще такой момент, если он вообще к этой теме полез, значит он уже ожидает всего происходящего. Если он не ожидает, а морально не готов, то он туда и не полезет. Точно, точно, да, 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 вот так проще всего. Так что ставьте лайк, я думаю, мы сегодня точно заслужили и подписывайтесь на канал. Диван остался сухим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok